Девушки отдыхают 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 18-го мы выиграли там игру на выезде, потом проиграли. Эта игра, она решающая была в нашем споре за первое место на Востоке. Поэтому с той даты мы уже основательные, окончательно были на второй позиции. Остальные игры проводили, делали все, что задумали. Самое главное то, что в перерыве. И в этом отрезке мы выполняли свои задачи. Я имею в виду, тренировочный процесс был подставлен, чтобы правильно подойти и подвести команду к решающим играм. 4 февраля лишенные турнирной мотивации Ястреба на своем льду уступили рвавшимся в кубковую восьмерку морякам со счетом 1-3. Но сейчас плей-офф. Важность каждого матча возрастает в разы. И с настроем у мячей, по словам их капитана, нет и не может быть никаких проблем. Для некоторых ребят, молодых, это, возможно, станет первый опыт плывов. Какой-то мандраж, какое-то волнение. Вот вы, как капитан, чувствуете атмосферу в раздевалке? Какая она сейчас? Атмосфера рабочая, боевая. Все готовы и все готовы биться. Я уверен, что не будет ни по самодаче проблем, ни по желанию. Единственное, постараемся выполнить установки, те, которые будут даваться конкретно на каждый матч. Ну и в целом, конечно, будет бой, я уверен. Это плей-офф и здесь нет слабых соперников. Весеннее безумие. Игры смерти. Как только болельщики и журналисты не называют эту стадию сезона. Самый светлый и позитивный эпитет – праздник хоккея. Причем для всех. Не только для тех, кто переживает все перипетии матча, сидя на трибунах или перед экраном телевизора. Но и для тех, кто пишет на сверкающем льду новейшую историю КХЛ своими собственными коньками. Плей-офф для игроков даже больше праздник, чем для фанатов. Ведь это то, к чему ты идешь весь сезон, начиная с тренировок летом. Вы полностью восстановились после травмы? Не чувствуете уже никаких последствий? Конечно, всегда требуется время, чтобы восстановиться после травмы. Но когда приходит плей-офф, нужно играть несмотря ни на что. Неважно, испытываешь ли ты какую-то боль или дискомфорт, нужно выходить на лед в любом случае. Я рад, что мне удалось выступить в трех завершающих матчах регулярного чемпионата и надеюсь принести команде пользу в плей-офф. Уже через 20 минут после начала этой, открытой, казалось бы, тренировки, прессу вежливо, но непреклонно попросили удалиться. Дальше занятие проходило в закрытом режиме. Видимо, накануне первого раунда плей-офф и Астребы готовили Адмиралу какие-то сюрпризы и не хотели до поры до времени раскрывать перед соперником свои карты. В хоккейной команде, как в большом и хорошо сыгранном оркестре, есть солисты. Именно на них в первую очередь обращены взоры. Именно они чаще всего переполняют восторгом души фанатов. Они играют. Но есть и те, кто, нет, не таскает для прим рояль, но, тем не менее, жертвует внешней эффектностью ради очевидной эффективности. Если говорить о хоккее, то такие трудяги, как правило, честно и мужественно тянут свою лямку где мы в третьем или четвертом звене. У них реже берут автографы, чем у звезд первых троек, но для команды эти люди не заменены. Михаил Юньков. Сегодня гость нашей программы. Ну, это решение родителей было. Потому что у нас город такой маленький, где я вырос. Там один завод и один хоккейный клуб. Все, больше нет ничего. В городе никто ничего не занимается. Либо на завод, либо в хоккей. Отец решил в хоккей. Ну, выборы у меня, мне понравилось, наверное. И вообще, если честно, сначала фигурное катание мне отдали. Вот. Я там позанимался, научился кататься. И потом хоккей. Все. Я так думал, что это решение, наверное, отца было. Когда первый контракт, наверное, подписал. Наверное. Когда какие-то деньги начали платить. Когда, наверное, получаться еще начало. Скорее всего, наверное, тогда, когда из молодежного хоккея переходишь в профессиональный и уже чувствуешь то, что этим, ну, денежку платят за это. Есть к чему стремиться. Попадание в сборную. Вот. Я так думаю, что тогда. А не помните, вот самые-самые первые деньги, заработанные хоккеем, на что потратили? Родителям отдал. Ну, а я, как бы, изначально, там небольшие были деньги, но они мне... Я жил в интернате, в Крыльеве Советов. Вот. У меня там все у меня было. И кормили, и койка, как говорится, была. Все нормально. Мне, как бы, деньги давали. Родители давали деньги, ну, чуть-чуть, но на пропитание. Ну, а остальное я им отдавал, и все, как бы, им нужнее было. Насколько вам легко давалась учеба в школе? Какие предметы, может быть, были любимыми? Как с успеваемостью дело обстояло? С успеваемостью плохо. Ну, все, в начале, вроде, до девятого класса я старался учиться нормально, как бы, вот, на уроке, и все. А потом, после девятого класса, уже, когда пошел более старший возраст, уже пошли тренировки, уже во второй команде в Крыльеве Советов, там, в одиннадцать часов уже никуда не успеваешь. Приходишь на последние уроки, там, стараешься, иногда вообще не успеваешь. Вот. Но там помогали тренера, вот, договаривались. С успеваемостью, конечно, было плохо. Ну, до девятого класса я старался учиться нормально. Все победы очень трудные, потому что к этому идти очень тяжело. Вот. Все стараются в куллов играть очень жестко и очень... Раньше еще игры были, каждый день было вообще тяжело. То есть, ты приезжаешь, тебя, если с уритаймами еще играешь, то восстановления мало. Очень тяжело настраиваться на следующую игру, эмоций не хватает. Вот. И поэтому с каждым раундом все труднее и труднее. И этим победой, идти к победе всегда очень, как говорится, интересно. Когда уже выигрываешь, наверное, я уже не знаю. У меня такая путь к победе всегда интереснее самой победы. Вот это вот. Так вот я, наверное, скажу. Идти, добиваться вот этого, чувство вот этого всего, голода, страсти. Классно. Непередаваемый. Ну, у меня контракт был еще с Казани. Вот. Но мне... Я, конечно, не знал об этом, то, что меня вызывают. У меня вообще приглашение на тесты ехать в НХЛ пришло позже, чем меня туда вызвали. То есть, по почте нашей, российской. Вот. Но я с удовольствием, если бы я знал бы, я бы с удовольствием поехал бы сразу. Вот. Но меня уговорили остаться. Конечно. Но я не сожалею. Но если бы я вернул, я бы уехал. Маргарита и Архип, они в Омске сейчас или в Москве? Да, в Омске поддерживают меня, конечно. А вот вы уезжаете с командой на выезды, там, на какой-нибудь Дальний Восток, там, на неделю с лишним. Вот. А как Маргарите со всем еще маленьким сынишкой, которому, что там, полгодика, да, получается? Чужой город. Как вот она здесь одна остается трудно? Тяжело. Тяжело. Очень тяжело. Вот. Знакомых нету. Никак. Как бы, если что-то, какие-то проблемы, помочь никто не может. Как бы. Стараюсь, чтобы поддерживать ее во всех делах. Вот. Чтоб она не неначала, чтобы была спокойна. Вот. Чтоб радовалась нашему малышу. Вот. Чтоб он ее радовал и был спокоен. И не создавал трудностей никаких. Стараюсь поддерживать и помогать его во всем. Спасибо огромное за это интервью. Пожалуйста. Делать первый шаг всегда трудно. Тут и психологическое напряжение, и осознание повышенной цены каждой ошибки. Ну и, конечно же, супернастрой соперника. В плей-офф никто и ничего без ожесточенной борьбы не отдаст. Стартовый матч игр на выбывание против Владивостокского Адмирала, если бы начали совсем не по-хозяйски. Первые смены прошли в нашей зоне. Моряки активно прессинговали. И было сложно понять, кто же тут фаворит, а кто заскочил в кубковую восьмерку в последний момент. Но, как это часто бывает в хоккее, атаковали больше одни, а забили другие. На десятой минуте Адмирал не уследил за подключением Юноса Аннелева, который эстетски обыграл Соболича и отправил шайбу в дальнюю девятку. 1-0. Любопытно, что Швед был автором первого гола авангарда в регулярке, а теперь стал творцом и первой омской шайбы в плей-офф этого сезона. Отыграться подопечные Александра Андреевского смогли ближе к середине второго периода. На 28-й минуте Максим Казаков броском от синей линии сравнял счет 1-1. Кстати, если говорить о бомбских воспитанниках в рядах Адмирала, то болельщика весьма удивило отсутствие в заявке лучшего дебютанта сезона Владимира Ткачева. Да, в последнее время молодой нападающий больше лечится, чем играет, но в первом матче плей-офф, да еще против родной команды, Ткачев, по всем прогнозам, должен был сыграть. Однако, по словам наставника моряков, Владимир не прошел состав. Впрочем, мы его наверняка еще увидим по ходу этой серии. К третьему периоду Амичи наконец-то прибрали нити игры к своим рукам. Гостей регулярно выручал Бобков, наглядно продемонстрировавший, что приглашение в первую и олимпийскую сборные он получил вполне заслуженно. Ну а в других эпизодах дальневосточникам прямо-таки сумасшедшее везло. В итоге дело дошло до овертайма, причем одним дополнительным периодом не ограничилось. Шла уже 106-я минута игры, когда Бурдасов нашел в наследнем пятачке Кучеревенко, и тот решил судьбу напряженнейшего поединка. 2-1. Авангард повел в серию. Судя по игре, нам, ну, нам, так скажем, не везло, да, столько штанг, столько моментов не могли реализовать, и большинство, и здорово, что забили, все-таки продавили, проявили характер, такие игры только закаляют. Считаю, хорошая игра получилась, причем в исполнении обеих команд плосовская кубка. К сожалению, да, не получилось у нас сегодня забить на один гол больше, чем соперник. Соперника наоборот получилось, я думаю, в этом разница. Все, идем дальше, это уже история, поэтому отметил бы то, что ребята старались, бились. Вот, но это все надо перенести на следующую игру. Опережая весну календарную, в Омск пришла хоккейная весна со всеми ее атрибутами. Болельческим ажиотажем, игрой, в которой есть настоящая, подлинная страсть, ну и, конечно же, полной бескомпромиссностью и непредсказуемостью. Весеннее безумие существует не для спокойной аналитики, оно для эмоций. Так давайте же болеть и поддерживать свою команду так, как умеют это делать в Омске. Ну а парни, мы верим в это, не подведут. До встречи в эфире и будьте в авангаре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова